Хорошо, ну об авторе высказывания про бупера мы еще поговорим в дальнейшем. Сейчас добьем тему гайдов. Бытует мнение, что эти гайды были созданы тобой исключительно для того, чтобы поставить определенную галочку, иметь козырь в рукаве под названием «Я главный гайдодел и типа я несу полезную информацию в массы». То есть упор у тебя не на помощь игрокам, а исключительно, или может быть не исключительно, но по большей части на выгоду для себя, которую ты с этого имеешь. То есть теперь ты можешь хвастаться этими гайдами и говорить, мол, голосуйте за меня, вот какой я хороший. Как это можешь прокомментировать? Я не знаю, кто это высрал. Я никогда ничего не делаю просто так. Но это как раз-таки ответ на вопрос, который я задам себе. Себе же чуть позднее. Смотри, выгода. Выгоду, которую я могу заиметь, это говорить, что я самый лучший вододел, я что-то делаю. У меня деньги, которые мне платят за рекламу внутри видео, я имею в виду не гугловское, а стороннее, она абсолютно не разнится от количества просмотров. Для меня записать видео, вот обзор по реплею Сокланы, это гораздо проще, да, потому что я сел, 8 минут в среднем там идет бой, и я там за полчаса таких боев наклепаю 4 штуки, это 4 видео, а это как бы неделя, и получу деньги вот за эту вот неделю. Гайды я обещал в середине, наверное, 18-го года, начал делать я их в конце 18-го года. Какую выгоду я тогда мог извлечь? О существовании битвы блогеров второй вообще никто не знал. Я это делал на чистом энтузиазме, и делал, потому что пообещал, как когда-то пообещал гайды по картам, зачем я их пообещал, я вообще не понимаю. Сейчас, разумеется, я могу это говорить, но это исключительно вот следствие того, что я начал их делать абсолютно без какого-то умысла, злого. Я их делал, потому что я хотел, чтобы люди играли лучше, причем я тысячу раз пожалел, что я их начал делать, особенно на записи гайдов по ПТ, потому что если я там записывал по тяжелым танкам, я не помню, сколько их было на тот момент, когда я все их записал, я их записал там за неделю. Средние танки достаточно быстро получились, без перезаписей, то есть в основном у меня все с первого раза выходило, там, может быть, 10% видео были перезаписи, когда нанимайзера еще не было, на Респе могли, когда еще огонь по своим был, на Респе могли въехать. В тот момент, когда я начал записывать гайды по ПТ, я уже был готов ничего не делать, потому что я понимал, что я уже не могу, я их записывал месяца два, наверное, это вот самый долгий перерыв был. И по итогу денег я больше не заработал, о существовании битвы блогеров вообще никто не знал, а махать перед лицом других блогеров, а зачем мне тогда нужно это было, если зачем? Поэтому тот, кто высказал смешное мнение, это абсолютно непонятно, зачем он это сделал. Хорошо, ну, то есть...